Привет, друзья! Вы на канале Байче. Каждый год в середине марта, так и хочется сказать, мы с друзьями ходим в баню. Нет, мы с друзьями не ходим в баню. Каждый год в середине марта у меня начинается так называемый расколбас. Я думаю, это слово всем знакомо и все примерно догадываются, что оно означает. В моем понимании это такое расквашенное состояние, когда непонятно, то ли ты заболел, то ли ты хочешь заболеть. В общем, в организме происходят какие-то процессы, которые нельзя назвать здоровыми. Это симптомы очищения, так сказать, а выражаются они именно в общем недомогании, слабости, какие-то ночные ознобы, типа лихорадка, такая с небольшим повышением температуры, дневное такое расколбашенное состояние, когда еле таскаешь ноги, когда физические нагрузки не приносят желаемой бодрости, а наоборот доставляют какой-то дискомфорт. Кроме того, течение слизи из носа, ну в общем и целом расколбас, что тут говорить. Поэтому я... А, да, теоретически при таком расколбашенном состоянии, я обычно советую своим близким людям, ну и сама себе, я советую войти в такой мини-курс очищения, чтобы помочь организму справиться вот с этим расколбасом, вывести накопившиеся токсины со шлаками. И этот курс очищения подразумевает очистку кишечника и питье трав. По-хорошему, конечно, можно было бы сейчас провести полноценный курс очищения по системе огонян, но у меня есть одно противопоказание в данный момент сейчас против того, чтобы проводить этот полноценный курс. У меня недостаточная масса тела. Да, как это ни парадоксально, но когда-то у меня была избыточная масса тела, я от нее освободилась. И наступил какой-то этап, когда масса тела снизилась ниже нормы. То есть сейчас мой индекс массы тела ниже нормы. Голодание не рекомендуется проводить при пониженном индексе массы тела, то есть когда он ниже нормы. Я и действительно и правда не хочу проводить полноценный курс очищения, потому что я не хочу терять эти килограммы. Я в этом весе сейчас себя хорошо ощущаю. Когда вес становится ниже хотя бы на пару килограмм, то складывается такое впечатление, что на меня сейчас нанесет ветром. Ну и эстетически это не очень привлекательно выглядит. На сегодняшний день мой рост 170, вес 52 килограмма. Соответственно индекс массы тела можете сами рассчитать. Это та причина, по которой я не хочу проводить полноценный курс очищения. Поэтому я решила провести эксперимент с травами Кавказа. Я хочу сделать такую мини версию очищения и будет она основываться на одноразовом употреблении листьев сены для расслабления кишечника и на курсовом употреблении сбора номер 62, произведенном травами Кавказа. И называть этот сбор противовирусный, бактерицидный при инфекции в организме. Почему я не хочу употребить магнезию? Может быть можно было и магнезию выпить в какое-то небольшое количество. Но мне очень хочется протестировать сену. Дело в том, что я никогда в жизни ни разу не пользовалась этой травой. И как я уже сказала в недавнем ролике, я сделала большой заказ в травах Кавказа и в том числе вот решила заказать сену и протестировать какой эффект она окажет на меня. Потому что нередко бывают случаи, когда по тем или иным показаниям людям не рекомендуется принимать магнезию и они спрашивают у меня, чем они могут ее заменить. Как правило, я советую касторку или сену, хотя сену я ни разу не пробовала. Поэтому решила попробовать. Итак, давайте прочитаю, что написано на упаковке. Травы Кавказа, сено, состав лист кассии узколисты. Все. Боже, здесь ничего нет, кроме собственной самой сены. Известно как Александрийский лист. Применяется как слабительное, желчегонное, антитоксичное, болеудоляющее средство при желудочно-кишечных заболеваниях для регуляции функций кишечника, хронические запоры, для размягчения стула при трещинах заднего прохода и геморроя. Очищает безболезненный кишечник. Действие наступает через 6-10 часов. При длительном применении развивается привыкание. Дальше способ применения указан. Дата изготовления, годность до какого. До июля 2019. Штрих-код. Все как положено. Далее на оборотной стороне указаны противопоказания. Не рекомендуется применять при индивидуальном непереносимости компонентов продукта беременным и кормящим женщинам. Я не отношусь ни к беременным, ни к кормящим. Поэтому, думаю, будет вполне приемлемо. Указаны условия хранения, изготовитель, юридический адрес компании, адрес производства. Кстати, вот эта небольшая мелочь очень внушает доверие. Когда производитель указывает адрес производства, в данном случае это Краснодарский край, Горячий Крёчий, улица Восточная, том 146, то это всегда вызывает доверие к производителю. Указан телефон бесплатной горячей линии, указан адрес сайта, куда можно зайти и посмотреть, что из себя представляет продукция данного производителя. Итак, я решила принять сегодня вечером сену. Здесь рекомендуется одну столовую ложку на пол-литра кипятка и принимать по одному стакану утром и на ночь. Но я думаю, что два раза принимать я не буду. Я приму стакан, заварю одну столовую ложку на стакан кипятка, приму на ночь. И завтра по факту я вам доложу, какие у меня произошли результаты. И далее завтра я начну принимать сбор противовирусный, бактерицидный при инфекции в организме. Я не нашла ничего более подходящего, чем этот сбор для того, чтобы устранить свой расколбас. Мне кажется, это будет вполне подходящий сбор, если учесть, что в нем 15 трав. А именно, эхиноцея, лист смородины, соплодие ольхи, трава острогала, цветки ромашки, почки тополя черного, почки сосны, почки вербы, кора калины, кора осины, мох исландский, корни касатика, корни герани луговой, корни девесила, корни копеечника. То же самое способ применения написан. Курс рассчитан на 30 дней, дата изготовления, срок годности, противопоказания, те же самые, что и усины, изготовитель, юридический адрес, адрес производства, телефонное очевидение и адрес сайта. В день будет уходить пол-литра напитка этого, и пить его можно теплым по половине стакана за 30 минут до еды, 4 раза в сутки, 4-й раз перед сном. Что еще я буду делать в этот свой менее очистительный курс, так сказать, курс антирасколбасы, я так его назвала. Я решила, что я перейду сейчас, с завтрашнего дня, полностью на сырое растительное питание. Ну, дабы помочь своему организму как можно быстрее вывести через кишечник все залежи, там, слизи. То, что накопилось у меня после последнего курса очищения, какие-то токсины, очевидно, которые сейчас дают мне вот это расколбашенное состояние, какие-то шлаки. Буду есть салаты из корнеплодов, овощей, грубые растительные клетчатки. И также буду есть фрукты, какие только могу себе позволить в данное время года. Ну, и пить соки, плюс, естественно, вот этот сбор противовирусный. Также, плюс к тому, что я буду очищать свой организм сырой растительной клетчаткой, пить соки, пить сбор противовирусный. Я подключу сейчас свекольный сок для закапывания в нос, для очищения, о чем тоже буду рассказывать, какое действие он оказывает. И есть у меня еще желание подключить цикламент. Но, наверное, я его чуть позже присоединю. Сначала начну со свекольного сока. Цикламент мне придется, наверное, выкопать один из посаженных мной, которые мне были присланы из Сочи, клубеньки. И, конечно, жалко, но думаю, что стоит пожертвовать ради благого дела очищения своих носовых пазух. Тоже вам буду рассказывать о результатах своего лечения данными средствами. И надеюсь, что я довольно-таки быстро справлюсь со своим весенним расколбасом. Поэтому надолго не прощаюсь. До завтра, дорогие друзья. Желаю вам не болеть и не колбаситься. Ваши байки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!